всем привет мои любимые подписчики а я в голливуде вон она та самая потрясающая надпись голливуд вы проделали огромный путь для того чтобы увидеть своими глазами эту надпись я же хочу вам сказать что вас ждет сейчас прямо впереди потрясающий урок как сделать достаточно простую и легкую прическу самое главное наверное что здесь я не буду использовать трес и и значит ее сможет повторить абсолютно любой стилист и даже не стилист начинаем вот такой высокий пучок мы сегодня с вами будем делать первое это конечно же нужно сделать гофре по всей голове где-то сантиметров 5 после этого мы делаем разделение отделяем челку приблизительно три с половиной сантиметра и пробор делаем зигзагом челку плюс височные зоны я убираю зажимчиками чтобы они мне не мешались пробор между затылочной зоной и челкой с височной зоны должен быть тоже зигзагом убираем всю эту зону чтобы она нам не мешалась дальше что я делаю в точке наименьшего объема я отделяю так называемый кружочек но приблизительно где-то он у нас будет два сантиметра то есть я его отделила такой набросочек скажем тогда потом после этого вокруг этого круглешочка я делаю еще один круглешочек более большим радиусом ну где-то эта зона у нас сантиметра два один круглешочек по периметру еще один круглешочек два сантиметра после этого я все вот эти волосы по периметру начесываю и ставлю в резиночку для чего мне это нужно для того чтобы вот этот самый первый кружочек был без начеса вокруг по периметру у меня есть начес поэтому видео туда-сюда прыгает когда я потяну за центр своего хвостика у меня резиночка сразу же опустится вниз в общем это такая хитрость которую я можно сказать что недавно придумала но очень прям такое хорошо использую значит внутри круглешочек без начеса по периметру круглешочек с начесом и вот я нахожу тут самую прядочку которая у меня была и самого первого круглешочка и немножечко подтягиваю за нее и таким образом у меня резинка прямо сразу опускается к центру и перестает болтаться как она так как она болталась в самом начале у меня получается что она так утрамбовалась внутрь все после этого я ставлю невидимочки и фиксирую далее я начинаю подтягивать оставшиеся волосы вокруг осталось у меня приблизительно три сантиметра волос зигзагом прядь беру толщиной четыре сантиметра вытягиваю гофре по периметру причем вытягиваю очень хорошо прям от корни так очень важно да чтобы у вас вся прядочка была хорошо протянута чтобы нигде не было видно гофре после этого всю прядь беру чуть-чуть подворачиваю делаю как бы такой мягкий полу жгут и подтягиваю ребра ребра в данном случае даже искать не надо потому что вот тот зигзаг который сделала в самом начале он у нас и отвечает за ребра после этого я беру следующую прядочку прям сейчас по кругу буду идти и подтягивать к центру хвостика то есть к резиночке вот эти вот большие прядочки следующая прядь у меня также где-то сантиметров ну четыре до подтягиваю ее вытягиваю гофре по периметру немножечко сбрызгиваю лаком в данном случае работу лаком sebastian сухим можно любым другим там шварцкоп редкин в общем-то не принципиально подтягиваю и начинаю вытягивать тоненькие маленькие ребрышки после этого эти ребрышки фиксирую шпильками можно использовать также спреем воск-бласт от редкин например для того чтобы еще лучше сформировать вот эти вот ребра перехожу на нижнюю часть здесь я немножечко делаю начес на внутренней прядочки также ее подтягиваю наверх и подкручиваю по сути у вас в прическе три круга маленький кругляшок в центре потом второй большой и третий по периметру вот этот который я уже подтягиваю к резиночке мы даже нашей студии смеясь назвали эту прическу москва то есть как три кольца таких да это очень просто запомните можно конечно и упростить сделать из двух колец но тогда у вас не будет вот этого вот углубление когда внутрь падает эта прическа по периметру все делаем одно и то же грубо говоря количество прядей у меня в данном случае 6 у вас их может быть 7 может быть 4 если времени мало и вы спешите ну и последняя прядочка которую я укладываю улица также вытягиваю гофре немножечко почесываю внутреннюю прядь делают такую прям плотненький прикорневой начес после этого всю прядь оттягиваю под 90 градусов можно смазать ручки немножечко таким средством который называется андеркот от шварцкоп очень люблю это средство потому что она помогает делать волосы послушными они они электризуются ну и поехали вставлять спицы спицы это моя прямо любимая то есть я максимально вытягиваю ребра вставляю спицы таким образом чтобы у меня ребро не падала и фиксирую это ребро лаком вот у меня остался хвостик перехожу на хвостик в самом начале нужно всегда сделать такую как бы примерку как в дальнейшем у вас будет располагаться ваш пучок я отделила прядочку накрутила на площадку на 38 диаметр после этого начесываю внутренне делаю начес беру спицу ставлю ее и прям вокруг этой спицы разворачиваю прядочку спица в данном случае мне служит как бы таким как такой опорой на которую я кладу прядь то есть если бы спицы не было прядь бы просто-напросто упала от таким образом поскольку спицы есть да получается что я на нее кладу и у меня прядь стоит и сейчас слой за слоем я буду наслаивать да вот рисунок и создавать вот этот пучок в этом не будут конечно очень сильно помогать сейчас спицы каждую прядь я разделила на три пластины я даже не могу назвать эти пряди ребрами то есть это глубокие три пластиночки такие да следующую беру прядь аналогично сделала начес внутри на корнях накрутила на плочку держу буквально секунд 10 а здесь мне большие прям локоны не нужны мне просто нужно направление поэтому очень сильно я не прогреваю и также раскладываю по периметру поставила спицу раз пластинка два пластинка и с проворотом через пальчик зафиксировала прям рядышком возле резиночки ну и третья наша прядочка то есть по сути всего три пряди у нас было в хвостике да и каждая эта прядь у нас еще разделилась на 2-3 пластинки раскладываю по периметру здесь я уже ориентируюсь на другие спицы да и на них облокачивают тоже вот эти вот пряди здесь вы должны максимально включить свою фантазию потому что здесь нет такого четкого что это прядь сюда а это прядь точно сюда в общем то только вы решаете в какую сторону положить ту или иную прядочку более того можно всегда переложить прядь то есть например если вы ее положили но вам кажется что она в общий рисунок не укладывается то вы можете ее переложить и как-то по-другому оформить конечно я считаю что подобную прическу желательно сделать на светлые волосы потому что конечно на светлых она будет смотреться более эффектно и так челка здесь у нас пробор зигзагом посередине также пробор может быть например косой но я считаю что тут лучше все-таки посередине в данном случае модели делать что очень высокий лоб и лобные впадины и если например сделать челку на одну сторону то получится слишком голый лоб поэтому я бы не стала делать на одну сторону этой модели а вообще вы можете делать и на две стороны пожалуйста челку я делю на три прядочки делаю прикорневой начес и после этого накручиваю на плойку 38 миллиметров растягиваю рассаливаю каждый крон как правильно растянуть рассолить каждый крон вы можете посмотреть в моем любом ролике на ю тубе где я учу локоном вообще у меня есть еще онлайн курс по прическам очень часто меня спрашиваете учу ли я безусловно я учу и учу еще онлайн здесь на ю тубе у меня выложены ролики по 10 максимум 15 минут моем онлайн курсе каждый урок это полтора два часа с наиподробнейшими объяснениями куда какая прядь ставится как разворачивается невидимка ну в общем абсолютно все подробно я рассказываю ниже под этим видео будет ссылочка для подробного изучения моего онлайн курса ну а если у вас есть возможность я вас конечно же жду в своей московской школе на своих курсах супер интенсив свадебный стилист бьюти интенсив меня можно поучиться и и семь дней и две недели у кого какая есть возможность переходим на вторую сторону тут аналогично раскладываю прям вот подчесываю каждый да и потом раскладываю на три ребра и вставляю челочку в самую вот нижнюю прядочку на затылке можно внутри закрепить невидимочкой если более короткие волосы да то можно вообще не вставлять ее в затылочную зону а просто оставить висящими у лица будет смотреться естественно тоже очень красиво у меня просто достаточно длинные пряди поэтому мне пришлось их затягивать назад ну вот наш финальный образ такая прямо мне кажется 40 красотка у нас получилось безумно вообще шикарная модель серьги платья в общем мне самой этот образ очень очень сильно понравился вот именно такого плана образы часто заказывают у нас невесты здесь нет тресов все из своих волос причем длина волос не очень длинная это средняя длина волос но безумно эффектная прическа ну что как вам такая прическа понравилось я очень надеюсь что понравилось а я же присылаю вам огромный привет из голливуда и я очень очень желаю каждому из вас попасть именно на это место потому что знаете что я поняла недаром великие фильмы снимаются именно тут именно здесь какой-то необыкновенный свет какая-то необыкновенная энергетика и тут прямо хочется снимать кино монтировать видео и становиться настоящей голливудской актрисой поэтому если вы когда-нибудь мечтали стать актрисой вам точно нужно побывать в голливуде привет из голливуда и пока пока до встречи в моих следующих роликах салитет